Лидер КНДР подтвердил, что готов приехать в Россию. Это рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с Ким Чен Ином. Правда, на ближайшем мероприятии, в Восточном экономическом форуме, он не будет из-за плотного графика. Так что дату визита согласуют отдельно. О переговорах подробнее Алиса Романова. Пхеньян замер в ожидании праздника. Везде шли репетиции парада, повторяли сложные фигуры танцовщики и гимнасты. Они покажут грандиозные представления на стадионе, которыми очень, как известно, славится Северная Корея. Впрочем, секретность торжеств на прежнем уровне. По крайней мере, журналистам даже не сказали сегодня, куда и во сколько они поедут на некое большое торжественное событие. Вечером было запрещено брать с собой телефоны и ноутбуки, любые передающие устройства. Можно было взять только камеры. Оказалось, что репортеров привезли на концерт в честь 70-летия образования республики в Пхеньянский дворец спорта. Там в течение двух часов выступали известные певцы и ансамбли. На экране появлялись архивные кадры. Ну а в возникновении и появлении портрета каждого лидера, от Ким Ирсена до Ким Чен Иина, зал встречал аплодисментами. В зале было множество иностранных делегаций, в том числе и с делегацией спикер Совета Федерации России Валентина Матвенко приехала с трехдневным визитом. Она встречалась с представителями руководства КНДР, в том числе и с председателем Верховного Народного Собрания. В программе ее было и возложение цветов к монументу освобождения. Он посвящен советским воинам, которые погибли во время Второй мировой войны при освобождении Кореи. Встретилась она и с Ким Чен Иином, передала ему письмо от президента Путина. По словам Матвиенко, лидер КНДР готов посетить Россию. И дипломаты сейчас будут прорабатывать и сроки, и детали этой поездки. Вы знаете, я сказала, что это вот два разных человека. Да, по телевизору он мне оказался таким суровым, строгим. Здесь он очень простой, обычный, человечный. Он очень энергичный. Вот вы говорите, пропадал на две недели, я тут перед отъездом смотрела северокорейскую прессу. Северокорейская пресса написала, как он там огромное количество народно-хозяйственных различных предприятий посещал, как он там гонял чиновников, как он там управлял процессом. Нет, никуда он не пропадал. Он производил впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека. И главное, что, ну мы правда там очень часто смеялись, шутили, поэтому ничего человеческое ему не чуждо. Прибыли в Пхеньяны представители президента Ливана, делегация с Кубы, Монголии, президент Мавритании, различные партийные делегаты, например, из Испании, даже большая компания от Либористской партии Великобритании. Удивительное дело, вообще кажется, что в Пхеньяне сейчас легкая оттепель. Ну, например, еще пару лет назад даже из окна автобусов, которым возят иностранных туристов или журналистов, снимать без разрешения было нельзя. Репортеров с камеры все время одергивали. Это не снимать, то не снимать, ну а вот сегодня все куда либеральнее. Алиса Романова, Иван Пономаренко, Вести, Пхеньян, Северная Корея.